Привет, друзья! 17 апреля, такой день, когда родилось несколько замечательных людей. Ну, в частности, все, конечно, знают, что самый известный шахматный блогер Сергей Юрьевич Шипов родился 17 апреля. Многие знают о том, что легенда Свердловских шахмат Наум Николаевич Рожковский встретил свое 73-летие в этом году 17 апреля. И также Катя Екатерина Валентиновна Ковалевская, шахматистка, которая родилась 17 апреля. С Екатериной Валентиновной меня связывают несколько, так сказать, лет, когда мы достаточно плотно сотрудничали в шахматном плане. Я помогал Екатерине Валентиновне на чемпионате мира 2004 года. Ну, кстати, когда я к ней ехал на помощь, то есть, когда приехал, я сразу же ей сказал, что не уверен, что она займет первое место, но в финал она выйдет обязательно. Вот, и в финал она вышла. Партия, которую я вам хочу показать, сыграна Катей практически годом ранее, чем был чемпионат мира в Элисте, то есть, в 2003 году, на командном чемпионате России в Тольятти. Партия очень неплохо показывает ее стиль и вообще так достаточно характерна для ее творчества. Напомню, что Катюша несколько раз становилась чемпионкой России и, скажем, в начале нулевых она, скажем так, вполне доминировала в российских шахматах. Е4, С5, конь Ф3, Д6. Слон Б5 шах, такой спокойный вариант. Слон Д7. Белые теперь сыграли С4 и у нас получается либо система Мороци без белопольных слонов, либо система Ежа без белопольных слонов, опять же. Либо, если черные сыграют, ну, система Мороци, это надо пойти Ж7, Ж6, допуская Д4. Вполне возможная трактовка. Тут черные вполне могут бороться за получение полноправной игры. Есть ход Е7, Е5. Тоже достаточно коварный, здесь не так, несмотря на то, что слон Ф8 выглядит полным идиотом, но использовать это не так-то просто. И ход, который, вариант, который выбрал Владимир Валерьянович Невостроев, это Е7, Е6, то есть перевели, по сути, в систему Ежа без белопольных слонов. Без белопольных слонов у белых меньше забот о пешке Е4. Ну, а черные со своей стороны практически не опасаются всяких жертв на H7. То есть, что этот слон в каких-то вариантах может разбушеваться и нанести опасный удар. Позиция получается более спокойная. Черные пытаются провести B7-B5. Но после Коль бьет С6, теперь если взять БС, то возникнет такая позиция, в которой черным не так понятно, как расставлять свои пешки в центре. Слон Б2 очень сильный. Если поставить пешку на Е5, это затупит слона Е7. Если провести Д5, скорее всего, приведет к появлению изолированной пешки, либо белая пешка на Е5 проникнет с захватом пространства. А после ферзь бьет С6, ферзь Е2. Здесь хода B7-B5, насколько я понимаю, нету, потому что после размена есть сильный удар Е5. Ну и уже на ДЕ. Ой, извините. На ДЕ уже бьем на Б5. И у белых две связанные проходные. А насколько опасен черный центр, ну, в общем-то, совершенно непонятно. В окончании точно не опасен. Поэтому следует такой ход ладья ФС8. Черная демонстрирует намерение все-таки провести Б7-Б5. Поэтому именно ладья Ф пошла на С8. Ладья А, по мнению Владимира Валерьяновича, должна либо по линии А себя проявить, либо где-то пойти на Б8. После ладья А С1 хода Б5 уже нету, потому что после размена там ферзь на С6 начнет подвисать. Начнутся ходы типа после СБ5, СБ, АБ. Конь Д5. Висит ферзь, висит на Е7, висит на Ф6, на Б6. В общем, у черных с виду достаточно серьезные неприятности. Но пока что черные играют спокойно Б7-Б6, а белые готовятся к штурму на королевском фланге. Король Х1, такое последнее приготовление. Ни Б5, ни Д5 нету. И на ферзь Б7 следует немедленное Ф2-Ф4. То есть белые хотят пойти Е5 и вскрыть линию Ф для ладьи Ф1 после конь Д7. То есть черные заранее убрали коня, но все равно последовало Е4-Е5. Белый конь стремится на Е4. Размен на Е5, на мой взгляд, не очень хорош. Потому что теперь вскрылась линия Ф. Черным следовало как-то пытаться бороться с идеей вскрытия линии Ф. То есть они позволили белой ладье уже войти в игру. И наказание за эту ошибку было достаточно быстрым. Конь идет на Е4, он готов прыгнуть и на Ф6, и на Д6. То есть слон на Б2 хоть и упирается в пешку Е5. Оказывает достаточно неприятное воздействие на королевский фланг черных. А после конь Ж6 следует вот такой вот удар. Ладья бьет Ф7. И выясняется, что черным крайне сложно. Такой неожиданный удар. Вроде ничего не предвещало. Но нет же мата, если взять. На самом деле, конечно же, этот удар основан на незащищенности ферзя Б7. И брать ладью просто нельзя. Последует ферзь Ф3 шаг. Ферзь встал на одну диагональ с вражеским ферзем. И куда бы черный король не отступил, следует отскок коня. Ну, скажем, на Ф6 давайте. И неважно, чем черные возьмут. Слоном, пешкой они теряют ферзя на Б7. На Е6, на Б6, на А6 масса слабых пешек. То есть они сейчас тоже начнут падать. Поэтому последовала ладья Ф8. Но белых же... Ход ладья Ф8... Конечно, черные напали на ладью. Но белые линию Ф теперь не уступают. После ладья Б7, ладья Б7. Снова ладья неприкосновенно по причине вот такой небольшой тактики. Ферзь Ф3 шаг. А после ладья Д8, ладья уже ушла назад. У белых здоровая лишняя пешка. Слабость на Е6, слабость на Б6. У черных имеются... Пешка Е5 серьезно стесняет их фигуры. Но, а если ее удастся сдвинуть с места, то заработает во всю мощь слон Б2. А так и произошло в партии. Конь Х4. Конь Д6. Терпеть такого коня сложно. А после слон бьет Д6 ЕД. На полную заработал белый слон. Слон А3. То есть черным не удалось отыграть пешку. Потому что на ладья С6 последует ладья Е8 мат. Они ушли на Д8. И еще один очень четкий, на мой взгляд, добивающий ход. В этой позиции у белых лишняя пешка. Слон сильнее коня. Выигрывающих продолжений много. Я уверен, что, скажем, ход, который белые сделали, не единственный. Но вот черные создали угрозу мата на Ж2. И белые ее парируют ходом Ферзь Д5. Ладьей брать на Д5 нельзя. А после взятия Ферзем угрожает слон Е7 с выигрышем коня. Коня приходится возвращать. И белая пешка попадает на Д6. У белых лишняя, мощная, далеко продвинутая проходная пешка. Слон, который сильнее коня. И осталось всего лишь ввести в игру короля. Впрочем, белые этого сделать не успели. После Ж3 черные промечиво выскочили конем на Е5. Но играть на Ф7 им противно. Белые сыграют ладья Е6. На конь Ж5 ладья Е7. Они отправились конем на Д3. И после ладья Е7. Слон Б2 пришлось сдаться. Потому что висит на Ж7. На единственный ход конь Ф6. Белые просто съедят на Ф6. И на ЖФ сыграют Д7. С угрозой ладья Е8 шаг. На король Ф8 возьмут на Х7. У черных снова будет... Давайте я вам покажу. Конь Ф6. Слон Ф6. ЖФ. Д7. Король Ф8. Съели на Х7. Грозит шаг на Х8. Вернулись на Е7. И перешли в пешечный НЖ. То есть... Ввиду этого варианта... Черные сдались. Ну вот... Так как Екатерина Валентиновна не присутствует... Ни на Фейсбуке, ни ВКонтакте. В соцсетях ее не видно. Поздравляю. С днем рождения как могу. С днем рождения как. Ну и... И... Всех, кто еще родился в этот день. Тоже с днем рождения. Вот. Все. До новых встреч. Всех, кто смотрел, тоже... Смотрите мой канал с большим удовольствием. Ставьте лайки, дизлайки и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.